Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Сегодня, да, мы вышли чуть-чуть раньше, чем обычно. Но я думаю, что это хорошее начало недели, учитывая все негативные новости и всеобщую панику, которая сейчас у нас в стране происходит. Давайте немножко подсластим все это время, где у нас одни паники, тревожности и переживания. В связи с этим я хочу вас познакомить с потрясающе талантливой молодой девушкой, которой зовут Валерия. Она является автором и исполнителем Влеры Бейкери. Вы можете смело сейчас прийти на ее страницу в Инстаграме и посмотреть, чем она занимается, какие кондитерские работы она предлагает. Сегодня мы обсуждаем кондитерское образование в Латвии, популярность кондитеров на дому, продвижение собственного бренда в социальных сетях и конкурентов на латвийском рынке. Валерия, привет! Как слышно? Здравствуйте, Валерия! Очень рада с вами познакомиться. С огромным удовольствием принимаю участие в вашем интервью. Безумно рада. Вообще немного уйти от реальности, суровой реальности и просто поговорить о творческом, приятном, сладком. Спасибо вам. Вам спасибо большое. Мы действительно с Валерией за друг другом уже следим в социальных сетях давно. И я подумала, что вот как никогда сейчас актуальное время под конец года рассказать и, возможно, даже успеть что-то заказать у вас. И сладости ведь впереди католическое Рождество, Новый год. И выиграть, да, мы с вами еще об этом поговорим. Да, обязательно. Обязательно. И выиграть в конкурсе. Ну что ж, давайте мы представим вас, да, Валерия. Расскажите про ваш путь, как вы пришли к кондитерскому искусству. Что сподвигло, как все это было? Расскажите. Ну, мой путь начался, можно сказать, не так давно. Я в кондитерском деле не полных два года. Но перед этим у меня был очень долгий путь к тому реализации именно этому. Очень долго вынашивала идею, вот, как начать этот страх, знаете, как у всех новичков новым бывает. Как бы именно страх начать, самый большой, который присутствует, его нужно преодолеть. И вот, я достаточно долго вынашивала идею. И вдруг просто мне захотелось выставить объявление. Конечно же, я создала какой-то базовый ассортимент, который мог бы заинтересовать людей. И сделала красивые фотографии. По своему мнению, мне казалось, что они тогда были красивы, конечно, как у всех новичков. Может быть, не такие, как, например, они сейчас. Но нет предела совершенства, как говорится. Вот, и просто рискнула, вот, выставила объявление. Конечно же, сразу появились желающие, потому что цены были приятные. Да. Вот. Да, и вот так вот постепенно сарафанное радио, угощаешь друзей, знакомых. Вот, и так пришло к тому, что сейчас, да, можно сказать, востребованный кондитер. Я довольна тому, что сейчас вот у меня получается. Супер. Ну, на самом деле, поскольку город Рига действительно маленький, да, и сарафанное радио – это один из лучших способов, да, себя как-то порекомендовать, рассказать о себе. Что касается образования, на кого учились изначально? Изначально. Ну, изначально я закончила просто 12 классов, и вот после того, как меня заинтересовала именно кондитерская сфера, я подумала, а почему бы и нет всё-таки. Для меня было важно просто в сфере, в которой я работаю, иметь образование. Теоретически, я думаю, то, что возможно обойтись без этого. Куда важнее опыт в ресторане, работе в ресторане, практика, которую ты проходишь у себя на кухне. Вот, ну, просто для меня лично это было важно. Я могу сказать с уверенностью то, что кондитер может обойтись без этого, но это является хорошим преимуществом. То есть вы что-то заканчивали, правильно я понимаю? Да, я закончила профессиональное образование, как бы у меня есть диплом по специальности кондитера. И как вы оцениваете образование в Латвии именно вот по кондитерскому искусству? Я почему задаю такой вопрос. В конце этого года у нас был цикл передач с московскими коллегами, да, с ребятами, которые работают и как на домашней своей кухне, так и в премиум класса кондитерских в Москве. У каждого мнение, ну, оно достаточно разное, да. То есть кто-то говорит о том, что в той же России, да, не хватает вот той самой практики, интересных спикеров, да, каких-то более интересных вот проектов, да. Не просто вот методичные, там, какие-то технологические карты, все это, конечно, надо, да, но говорят, что не хватает интересной практики. Как здесь в Латвии с этим? Ну, если говорить именно о государственном образовании, которое, ну, именно я училась вам эту виду школа, честно, я, наверное, соглашусь с теми, кто считает, что она немного слабовата, потому что вот минус образования государственного в том, что оно не идёт рука об руку со временем. Мы учились по достаточно старым к образцам книг, вот, как бы, а сейчас всё-таки 21 век, и кондитерская индустрия сделала огромный скачок в плане всего тенденции, и всего, как сейчас развивается, а 10 лет назад всё было не так, и вот, а мы учились по той программе, и да, немного слабовато на самом деле. Но есть свои плюсы, теоретическая часть, она, как бы, такой же остаётся, там, тебя учат высчитывать себе стоимость, тебя учат высчитывать, там, потери, тепло, которое, там, потеряет тесто, бисквит и всё это. Это очень важно, там, формулы даёт, как бы, вот, это в этом был плюс. А так, конечно, практика, но слабовато, да. То есть вот самый главный минус, на самом деле, я это слышу не только от кондитеров, да, но и от шефов наших местных, латвийских, что действительно всё такое вот немного советское, да? Да, да. Что всё-таки действительно скакнуло это всё, и тенденции, и мода, и какие-то тренды, они совершенно поменялись за последние 5-10 лет. Да, это правда. Обсуждали ли вы с преподавателями то, что, вот, давайте, может быть, как-то стоит пересмотреть, может быть, нам всем вместе съездить на какой-то семинар, конференцию за границей, вот, мнение самих профессионалов. Вот, на самом деле, я говорила с учительницей, и у меня со школы ребята, вот, к сожалению, сейчас с пандемией это всё отменяется, но они ездили и на стажировку в Италию к поварам, но там не учат именно современным десертам, там учат, наоборот, тому, что готовили раньше, там дают эти все секреты, как приготовили раньше, там, например, хлеб. И ребята учатся, вот, там, знаете, у таких пожилых уже шефов, ну, которые вот носят свои знания в себе, им всё равно, что сейчас. Они живут по тому, вот, как было раньше, и всё. Да, и вот преподаватели у меня тоже, ну, она с очень лёгкостью к этому относилась и говорит, а мне неинтересно, мне интересно то, что я делаю, вот, и всё. Как бы, да, вот это, конечно, минус небольшой, то, что вот такое отношение, но, в принципе, вот как есть, как человек относится. Но знания, конечно же, она может поделиться знаниями с учениками, просто они не такие современные, как хотелось бы. А насчёт практики, да, то есть у нас один из вопросов, который мы очень хотели с вами обсудить и понять, это работа в Хорико. Был ли у вас опыт работы в каком-то из ресторанов или кондитерских каких-то кафе? Предоставляло ли вам ваше учреждение такую возможность? Или вы сразу ушли на домашнее кондитерское искусство? Я именно, я работала в сфере обслуживания, но я не работала именно кондитером. У меня был опыт работать на кухне, я работала на холодных закусках с поваром, и это тоже хороший опыт, мне дало это понять вообще, в какой атмосфере находятся профессионалы, как это вообще всё выглядит изнутри. Вот, но именно как кондитер я поработала, я проходила практику. Ну, период времени мне нужно было три месяца практиковаться, вот. А так, к сожалению, именно такого опыта, прям, чтобы я работала где-то кондитером, не было ещё. Но я думаю, что всё ещё впереди, конечно. Но вы сказали, к сожалению. Есть ли у вас на примете те заведения, в которых вы хотели бы себя попробовать в качестве кондитера, шеф-кондитера? Что вам самой нравится у нас на рынке? Ну, именно на примете, наверное, мне нравится индивидуально развиваться, но я считаю, что это крутой опыт просто поработать шеф-кондитером в каком-нибудь ресторане, либо в кафе. И мне поступали предложения, но, к сожалению, из-за пандемии сейчас просто в этом нет никакой надобности. Ну да, ну да, всё же закрыто. Да, работа только на доставку, но в этом плане всё-таки то, что вы являетесь домашним кондитером, вас спасают, и вы сами регулируете свой рабочий график. Расскажите об этом, потому что действительно, вот как я уже говорила до буквально там 10 минут назад, говоря со своими коллегами из Москвы, это действительно очень часто распространённое направление. Во-первых, это свой цех, да, ты ни от кого не зависишь, ты сам всё планируешь, ты сам контролируешь количество заказов, да, то есть нет такого, что это кто-то за тебя решает. Ты сам выбираешь там условно дизайны, ингредиенты. Да, это всё верно. Расскажите вот про домашнее кондитерство, если можно так выразиться, почему, как вам кажется, это обретает и всё больше развивается, обретает популярность не только в Латвии, но и по всему миру? Ну, наверное, в первую очередь это комфортно именно для человека, который начинает сам этим заниматься, потому что ты как бы, да, никому не привязан, ты сам себе начальник, сам себе хозяин, но за этим скрываются и другие, возможно, минусы небольшие, то, что тебе нужно самостоятельно всё изучать. Тебе нужно не только уметь готовить торты, десерты, тебе нужно разбираться и в технике, нужно и разбираться в законах, вести бухгалтерию, либо разбираться самостоятельно, либо нанимать помощника, который будет тебе помогать как бы. Больше ответственности на тебе. То есть если, например, кому-то вот там что-то не понравилось, это возможно, мы работаем в сфере услуга, это нормально, если кому-то что-то не понравилось. И тебе нужна лично вся ответственность только на тебе. Ты не можешь там с кем-то вместе это как-то переваривать, только ты лично, ты вот отвечаешь за свои ошибки, так же, как и за победу. И на данный момент у вас в команде кто-то есть, или вы совсем одна справляетесь? Нет, я работаю одна, конечно же, если расширяться в вопросе, я бы хотела иметь свою команду. Вот мне помогает мой молодой человек с доставками, если она необходима, с закупками, с бухгалтерием. Вот это для меня, к сожалению, зачарованный лес, но я стараюсь углубиться немного в это, потому что это необходимо всё-таки. Конечно, да, одно дело творчество, другое дело цифры. Это, да, в этой профессии неотъемлемая часть. Хорошо. А как выбрать свой стиль? Ведь сейчас, если мы откроем и зарубежные инстаграм-профили, и наши местные, все настолько разные. Кто-то работает с мастикой, кто-то обожает бисквиты, у кого-то это супер что-то красочное, у кого-то максимально такое монотонное. Сдержанное. Да, монотонное, сдержанное, классическое. Как вы выбирали свой стиль? Потому что если зайти на вашу страницу, да, ещё раз для наших радиослушателей про анонс-стирию, да, зайдите, пожалуйста, на инстаграм Лера Бейкери, лера.бейкери, посмотрите работа, тогда вы поймёте, о чём мы говорим. У вас всё такое максимально розовое, милое, такое вот девчачье. Как вы поняли, что именно это направление, оно ваше, и вот к нему лежит сердце и душа? Ну, изначально, мне кажется, чтобы выбрать своё направление, нужно вот знать именно, что ты хочешь, чем именно тебе хочется заниматься. А как бы пока ты всё не попробуешь, ты не поймёшь отчасти вот как бы, ну. Мне на самом деле изначально не очень даже, возможно, нравилась работа с мастикой, но почему не нравилась? Потому что мне все говорили, что она невкусная. Лера ни в коем случае не принимает её в своих изделиях. Но она красивая, посмотрите вообще, что можно с неё делать, и её не обязательно кушать. Эту фигурку можно сохранить, и она будет радовать ваши глаза, глаза вот деток. Это прекрасно вообще. Вот. Да, думаю, что важно именно пройти все стадии и вот научиться делать что-то, точнее, научиться делать всё из этого то, что тебе именно по душе, наверное, выбрать что-то одно и двигаться в этом направлении. У меня сейчас такая стадия, наверное, я ещё в пути, я ещё именно что-то своё такое не нашла. То есть что-то прощупываете, ищете, что получается, что ищете. Да, я со всех углов стараюсь смотреть, и это бывает даже просто спонтанность какая-то, когда что-то в голову придёт, и тогда ты думаешь, да, круто, это вот точно то, что мне сейчас нужно, и вот двигаешься в этом. А потом может быть такое, что через, например, месяц уже что-то другое в голову приходит, и вот у меня так волнами идёт, немного, именно сам процесс, именно вот найти себя. А есть ли такие заказы, которые вот вы сразу говорите, нет, ребят, вот, ну, к сожалению, нет? Бывают ли отказы? Да, конечно, вот изначально я не отказывалась от заказов, которые казались мне немного сомнительные, но сейчас, да, когда я уже точно знаю, что мне нравится делать, я не буду браться за то, что, ну, не то, вот. Я постараюсь донести до человека то, что это будет очень странно, вот ваше пожелание выразить в декоре для торта, и мы можем найти что-то такое, что будет выглядеть круто, но не всё сразу. Нельзя там в один торт запихнуть и фотографию, например, человека в декор, и надписи, и ещё там бабочки, знаете, ну, чтобы, ну, нужно какой-то, чтобы всё-таки декор должен быть стильным и красивым, чтобы глаз радовался, а не разбегалось всё, как мне кажется. То есть какая-то вот своя эстетика, да, должна присутствовать, чтобы не было перебора. А если вам заказчик, да, клиент говорит, нет, Валерия, вот, ну, я, конечно, понимаю, вы за эстетику, вы за, там, какие-то ограничения, я хочу, чтобы было всё, и бисер, и блёстки, и фотографии, и пони, и радуга. Что вы ответите? Ведь наверняка бывают и такие, говорят, что, ну, вы можете потом не выкладывать, это только для меня. Мне вот нравится, когда это всё так пёстро и ярко. Ну, вот, у меня был, к сожалению, такой опыт, когда я один раз согласилась, и в итоге человеку не понравилось. Просто чем больше запросов, тем потом это уже, как бы, уже программируется на то, что человек в любом случае будет недоволен, потому что он хотел очень много, и потом он вживую же видит, что это выглядит не так, как у него выглядело в голове это всё. Да. Так, Валерия, у нас есть звонок, послушаем. Доброе утро, да, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Я полностью за домашнюю кондитерскую, потому что я вот вспоминаю в советское время, в Москве был торт «Птичье молоко». Он был очень вкусный, за ним были очереди заказывать, надо было заранее. Но он готовился как? Я помню, большой противень, делали это птичье молоко, а потом его резали на куски. Но хочется всё-таки, чтобы что-то было индивидуальное. И вашей собеседнице успехов. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Да, это наша постоянная радиослушательница. Всегда позитивные комментарии, всегда советы, такие добрые действительно высказывания. Видите, за домашних кондитеров. Действительно новое направление. Супер, очень приятно. Да. Но если у вас закажет, Валерия, вот не знаю, чёрный торт какой-нибудь с вампирами, возьмётесь? Такое что-то суперготическое. Нет, я думаю, что да. Это на самом деле круто. Просто вампиров можно, смотря как сделать их, это на самом деле крутая идея. Даня, я просто к тому, что действительно, если зайти на ваш профиль, всё очень мило, всё такое прям розовое-розовое. Готовы ли вы взяться за что-то вообще на контрасте другое? Да, да, конечно. Это очень крутой опыт. И я думаю, что даже на розовом фоне будет казаться и немного жуткой, и в то же время успокаивающе мило. Ну и вы себя покажете как разностороннего специалиста, что можете использовать разные техники, разную цветовую палитру. У нас сейчас будет небольшая реклама. А, не будет у нас небольшой рекламы. Сегодня, Валерия, эфир посвящён только вам. Без рекламы мы сегодня общаемся. Я уже думала, что нам нужно прерваться. Хорошо, тогда продолжаем. Расскажите про ваш ассортимент, про тонкости приготовления ваших десертов, чтобы наши радиослушатели, которые сейчас не имеют, например, возможности зайти в Инстаграм посмотреть, что вы предлагаете? Какое ваше кредо? Какая ваша стилистика? Из чего ваши десерты? Ну, наверное, основное – это бисквитные торты. Стараюсь делать на любой вкус. Конечно, беру базовые рецепты. Базовое – то, что людям нравится точно. Не стараюсь сильно экспериментировать, специфически делать какие-то торты, десерты. Ну да, базовое – бисквитный торт с классическим кремом и классической начинкой. Также готовлю и французские десерты – макарон. Тоже очень долго шла к тому, чтобы они получались такими, как мне хочется, такими, как нужно, главное, потому что у него же есть свои критерии того, какой десерт всё-таки должен быть. Также готовлю капкейки. Если вдруг человеку не хочется заказывать торт большой, очень мило и красиво выглядит коробочка капкейков. Очень часто заказывают своим вторым половинкам, мамам на день рождения капкейки, потому что можно сделать и надпись милую, и украсить красиво как-нибудь ягодками. Также какую-нибудь миниатюрную фигурку можно сделать, и выглядит всё очень гармонично. Вот. В принципе, я старалась сделать обширный ассортимент, и также я могу сделать эклеры. Тоже вот такой достаточно капризный десерт, но путём проб и ошибок я могу с уверенностью сказать, что они вкусные, и они красивые, вкусные, что очень-очень важно. Ну да. Я стараюсь работать, если говорить про кондитерские изделия, максимально популярные все делать. Единственное, вот я не работаю с муссовыми тортами. Я ещё как бы до них, наверное, не дошла ещё, или просто пока меня не очень привлекают именно в самом процессе готовки. А что касается там всего, что сейчас актуально, модно, кому-то, конечно, действительно по здоровью запрещено, кто-то просто следует этим тенденциям. Безглютеновый, веган-десерт пробовали ли вы приготовить что-то такое? Да, именно, да, я готовила. Изначально вообще я хотела делать только такие десерты, потому что ко мне вообще зародилась идея быть кондитером, когда я кормила грудью малыша, и у него была непереносимость лактозы в какой-то период времени, и, конечно же, я от всего ограничивалась. И я тогда начала первые свои эксперименты, и они были как раз на безлактозных десертах. Но я так подумала, что, возможно, это не будет пользоваться таким большим спросом, потому что это всё-таки достаточно дорого, потому что там специализированная продукция идёт, специальная, которая на нашем рынке намного дороже стоит. Вот, и не всем это актуально. Но на самом деле, да, это сейчас, это вот даже вот в тренде, не побоюсь этого слова, это реально в тренде сейчас очень модно, сейчас следить за своим питанием, здоровьем, и это, конечно же, не может не радовать. Но это не основные, конечно, заказы, но они есть. То есть можно смело обращаться и тем, у кого есть какие-то, скажем, особенности в питании, да? Отлично. Как вам кажется, будущее в кондитерском искусстве, оно зачем? Что такого придумают трендсеттеры по всему миру? Что будет следующее такое в тренде? В тренде именно по визуальному чему-то или от самого кондитера? А давайте и так, и так. Ну вот и по внутренним составляющим, да, то есть по ингредиентам, которые будут использоваться, и по визуальному. Ну, именно, мне кажется, что главное будет от кондитеров, это именно иметь свой стиль, такой, который будет отличать. А что это уже, это зависит, наверное, от самого профессионала, от самого мастера. Я думаю, что в тренде будут что-то такое, может быть, вы видели торты с шоколадными сферами. Да, да, видела. Я думаю, что будет в тренде именно такое 3D, что сделано из шоколада, всякие такие молекулы, вот эти формы, не именно кругленькие, квадратные, все вот. Я думаю, что будут именно вот формы в тренде. Но это мое предположение. Расскажите про свой, один из самых необычных десертов, да, который можно у вас найти на страничке в Инстаграме, это торт с пельменями. Как это произошло? Кто изъявил желание сделать такой необычный десерт? Это мне заказывала женщина, у меня постоянная заказчица, она говорит, вот можешь такое сделать? И скидывает мне фотографии с интернета. Да. Я думаю, блин, а почему бы и нет? Вот я сразу в голове придумываю, как вообще это можно сделать. И думаю, да, круто, точно можно. По-любому можно сделать. Вот. И эти пельмешки, это мастика. А внутрь, получается, я кладу бисквит, пропитанный начинкой. И это, получается, сладкие пельмени. Довольна была заказчица? Да. Это, говорит, суперреалистично. Мужчина поначалу не отличил, возможно. Но это только поначалу. Потому что, конечно, если взглядеться, ты видишь, что это немного не так выглядит. Да. Как мне сказала одна девушка, она почувствовала когнитивный дизонанс. То, что она смотрит и думает, что это настоящие пельмени, а по факту нет. Ну, а сложно было в исполнении самой? Ведь там нужно было вылепливать эту всю форму, как-то максимально соответствовать оригинальным пельменям. Ну, пельмешки, вот кто делал пельмешки, тот знает, как их делать. В принципе, ничем технология не отличается. У нас есть круглая форма, как раньше еще мама с стаканом делала. Знаете, круглая вырезка, внутрь кладем начинку, тесто должно быть тоненькое. Все-таки мы же не любим, когда у пельмени много теста и мало внутренности. Тонко раскатываем, как бы красиво делаем форму пельмешки. Ну, вот да, еще раз, дорогие радиослушатели, посмотрите обязательно на страничке Леры Бейкери, он этот оригинальный десерт. Поэтому, если вдруг вы захотите к праздничному столу, я не знаю, сделать торт из соленья, из малосольных огурчиков и, не знаю, там квашеной капусты, пожалуйста, все желания, как говорится, за ваши деньги можно исполнить. Да, постараемся. Да, постараемся. На самом деле, да, этот торт с пельменями, он набирает сейчас популярность, и все почему-то заказывают их только для мужчин. Ну, видать, самое любимое блюдо наших сильных, вторых половинок. Какой самый сложный был десерт вот за все почти эти два года? Что вам было тяжелее всего исполнить? Именно, если говоря о десерте, именно начинки или про декор? Декор. Если вот самый сложный... Ну, самое сложное, на самом деле, это сейчас я прохожу курс по лепке, и самое сложное, я могу с уверенностью сказать, это лепить фигурки. Это, правда, очень сложно, особенно если лепить кого-то, там, куколку какую-нибудь, чтобы у неё всё было красиво, пропорционально. Это, правда, требует терпения, выдержки, и много-много времени на это уходит. А вы сказали, я прохожу курс лепки. Это какие-то онлайн-курсы? Или как это происходит? Да, я увидела, вот очень понравилась визуальная работа девушкой из Уфы, у неё есть своя закрытая страничка в Инстаграм, и бессрочная подписка, платишь один раз денежку, и она постоянно обновляет материал, что очень удобно. Ага, то есть, ну и, соответственно, у вас есть доступ ко всем материалам, вы обучаетесь, и далее какие-то тесты, экзамены она тоже предлагает? Или просто вы как бы на своё... Нет, она просто как бы снимает весь процесс лепки. Также делится секретами, где приобрести специальное оборудование, инструменты, что ей именно подходит, и что она использует. Но это на самом деле очень открыло мне глаза, потому что в интернете вот нету такой информации, которую ты получаешь, когда всё-таки платишь деньги. Угу. Угу. Друзья, я хотела тоже вам проанонсировать, если у вас есть какие-то вопросы к Валерии, да, возможно, вы сами увлекаетесь этим искусством или хотите заказать, звоните нам смело в студию 6721-2939, 6721-3939. Мы с Валерией вместе попытаемся ответить и дать какие-то советы. Не стесняйтесь, мы на связи. Пока, Валерия, вот вы сказали, да, я прохожу курсы, нашла девочку в Инстаграме. Всё-таки Инстаграм – это действительно сейчас платформа, не только посмотреть, там, полистать, да, красивые фотки, но ещё и пройти марафоны, обучение, какие-то там, не знаю, упражнения даже по спорту. Сейчас всё это онлайн в условиях пандемии безумно актуально. Расскажите про продвижение собственного бренда. Сейчас у вас на странице более чем 1000 подписчиков, да, достаточно хорошая активность на странице в комментариях и лайках. Насколько было вот это сложно? Прибегали ли вы к помощи СММ-специалистов? Потому что я вижу, что вы очень также уделяете внимание, что у вас фон красиво выстроен, свет правильно подобран. Вот как с этим, вот если кто-то собирается сейчас начинать, с картинкой в Инстаграме? Как вы нашли в себе силы это сделать настолько красиво и профессионально? Ну, я как бы начинала, вот если полистать чуть ниже, то можно увидеть, с чего я начинала. Я специально не удаляю, чтобы было, можно увидеть, как я начинала вот вести свою страничку, что я просто на кухне до ремонта фотографировала просто на фоне плитки. Это было моё глупо ошибку. Сейчас я открою, прям посмотрю. И меня никто как бы в этом не наставлял. В плане я не обращалась к специалистам, хотя если вы хотите упростить процесс вот этой вот реализации собственного бренда, то да, специалисты, вот сейчас век технологии, и можно обратиться ко всему, кто вот в вашей сфере может как-то вам помочь. А там, конечно, очень важно оформить красиво шапку профиля, настроить рекламу, да. И сейчас вот люди предлагают свои услуги, вот это СММ-специалисты, которые там под таргетологи, надеюсь, я не ошиблась, что они так называются. Да, всё правильно. Ну это специалисты диджитал-маркетинга, да. Да, всё правильно. Да, вот. Визуальный контент, это всё, там постоянная активность. Ещё очень важно для любого специалиста, человека в сфере услуг выстроить правильный диалог с клиентом, заинтересовать его, чтобы ему понравилась ваша продукция и не быть слишком навязчивым. То есть, ну вот, правда, человек, который продаёт в интернете, он вообще многофункциональный, и без помощников в этом случае, правда, не обойтись. А чаще всего заказы к вам приходят именно через Инстаграм или Фейсбук. Какая из платформ на данный момент самая вот для бизнеса вот в этом сегменте успешная? Ну, Инстаграм, да. Инстаграм, конечно же, он больше, как бы больше пишут люди оттуда. И мне кажется, там реклама, даже если вам настроят рекламу, то там люди больше как бы на неё внимание обращают, чем на Фейсбуке. Но мне так кажется. Я просто смотрю именно по личному опыту, и по тому, как приходят клиенты, больше всего пишут в Инстаграм, конечно. Ну, Инстаграм. Ну, потому что, наверное, в Фейсбуке слишком много всего, да, особенно сейчас в условиях всей этой пандемии. Найти вишенку на торте в прямом и переносном смысле гораздо тяжелее, чем увидеть очередной пост про пандемию, ковид и всю эту ситуацию, которая происходит не только в мире, но и у нас в стране. Ну, хорошо. Значит, с брендом, с развитием мы разобрались. С названием. Долго ли вы думали, как назвать страницу? Lera.bakery. Всё достаточно просто, понятно, да? И как зовут, и чем занимаетесь? Были ли какие-то у вас ещё мысли, идеи? Что это может быть? Да, я хотела сделать ВАЛ ФАКТОРИ. Моё сокращенное имя и ФАКТОРИ, вот этот завод, как бы цех. Потом я так подумала, мне мой молодой человек сказал о том, что, ну, ты как бы не завод ещё, так что не надо такие сложные слова как бы использовать. Хотела ПЭЙШЕНТ ДЕСЕР сделать, как-то что-то такое. Ну, и всё сразу, как бы я думала, да, вот это, потом как-то же идея очень быстро отпадала, потому что людям важно, чтобы было максимально просто, чтобы вот написал и всё, и сразу нашёл там, чтобы не было сложных слов и мало всякой пунктуации и всего этого. Всё просто, как бы, и сразу понятно. Хорошо. Конкуренция. Как вы считаете, насколько много в Латвии сейчас домашних кондитеров? Чувствуете ли вы эту конкуренцию? За кем сами следите, восхищаетесь, может быть? Ну, если говорить в целом о конкуренции, я думаю, то, что она есть в любой сфере деятельности. Просто вопрос в том, как ты сам к этому относишься. Я лично не хочу вот смотреть на домашних кондитеров, как на своих конкурентов. Они коллеги, люди, которые... У нас есть общая тема разговоров. У нас это всё объединяет. Мне не кажется, что мы должны соревноваться в этом вопросе. Одно дело, конечно, если есть там какой-то чистой воды плагиат, например, и человек ворует идею и пишет, что это его идея. Это, конечно же, вообще не очень хорошо и не очень профессионально. А так мне больше ближе термин кондитер-коллега, потому что хочется делать что-то не для того, чтобы там быть лучше, круче, а хочется делать вдохновённо, потому что уникально, потому что это всё исходит как бы из души, а не потому что там, о, она там сделала что-то, вау, и я тоже так сделаю, свару идею и скажу, что это я первая сделала. Ну, к примеру. А сами вы сталкивались с такими ситуациями, когда вот вы что-то выставили, сделали, и потом, хоп, вам кто-нибудь присылает, что вот под копирку. Нет, к счастью, я с таким не сталкивалась, но я думаю, я бы смогла спокойно к такому отнестись. Ну, одно дело, да, конечно, когда это чисто воды плагиата, другого, ну, возможно, человек вдохновился, как бы я не имею ничего против, наверное, этого, потому что, как бы всё уже создано, что возможно, ну, вот такое вот именно стиль, декор, всё вот это вот, и выделиться, правда, очень сильно сложно, потому что всё уже есть. Но одно дело, когда ты отличаешься именно тем, как ты это всё преподносишь. Вот, мне так кажется. то есть, ну, вы против, да, вот этих всех враждебных историй, там, выяснения, кто был первый и так далее. Ну, в общем-то, очень-очень приятно это слышать, потому что знаю, что среди ваших коллег встречаются всё-таки те, которые там не хотят воспринимать именно девушек, молодых людей, кто занимается домашним кондитерством. Я сама с этим сталкивалась, к сожалению, именно в начале своего пути, когда я выставила объявление, я ещё тогда лично, ну, не знала, кто это эти девушки, оказывается, тоже, вот сейчас я знаю, то, что я имён даже не помню, просто знаю, что тоже это работали в кондитерском искусстве, всём, вот, и писали мне, как вы можете такое продавать. То есть, ну, сразу уже негативный настрой, вот, ну, конечно же, новичка это может сбить с толку, ну, то, что, почему человек, у которого там есть опыт, пишет мне, знаете, такие неприятные вещи. Да, то есть здесь главное посыл, если он хочет помочь, что-то посоветовать, ну, в личку тогда можно написать, да, сказать там, слушай, вот, посмотри, я там почитала, посмотрела лекции такого-то спикера или такого-то профессионального, канала там из той же Москвы, вот, давай вместе как-то вот повысим свою квалификацию. Другое дело, когда человек приходит изначально с негативом и хочет в вас вызвать эти эмоции, что вы там не дотягиваете до какого-то уровня и так далее. Вот, какой совет вы бы дали тем, кто начинает, да, понятно, что у всех есть еще какие-то там недоработанные техники, да, возможно, где-то что-то с цветом, где-то с декором, где-то с начинкой. Как реагировать? Вот, стоит ли вообще в принципе отвечать на такие комментарии или проходить мимо? Ну, я думаю, что отвечать не стоит. Я сама, когда мне такое писали, я думала, боже, надо ответить, надо ответить. Изнутри же все-таки это вызывает какую-то реакцию. Ну, вот, лично у меня это вызывало реакцию. Я думаю, как бы на хорошие вещи, очень восприимчиво, а также и меня задевает, когда человек пишет мне неаргументированную какую-нибудь критику в мой адрес. Вот, но я бы посоветовала, конечно же, не слушать вообще никого, если вот есть такие люди. Главное, слушать, конечно же, свое сердце и твердо знать, что ты хочешь, чтобы всякие недоброжелатели не смогли сбить с толку и внушить тебе, как будто они знают лучше, что тебе нужно и что ты вообще делаешь. Угу. Вот. Ну, то есть просто действительно, да, у человека сама цель – это негатив, нежели помощь. Окей. Ну да. Кем сами вы восхищаетесь, в Латвии или за рубежом? Есть ли те аккаунты, которые вас безумно вдохновляют? Ну, если говорить про Латвию, мне безумно нравится работа Милу Китчен. Вы, я думаю, знаете. Да. Ребята, вот они, правда, делают волшебные торты, волшебный декор. И меня посчастливилось до пандемии зайти к ним в кафе. Угу. Вот. И у них, правда, царит там семейная, очень добрая обстановка. Только вот хорошее впечатление, могу сказать. Угу. Бежом. Также вот мне очень нравится Александра Ноздрачева. Ага. Я не знаю, знаете ли вы ее, но как бы она, правда, мастер своего дела. Она, если посмотреть ее биографию, она и в Европу ездила, она проводила мастер-классы просто с большим количеством людей. И у нее там как бы свои секреты именно не в том, как десерты, правда, тоже выглядят очень красиво, но весь секрет именно в вкусе. То, что настолько вкусно, ну вот, она вот этим выделяется очень. Угу. Так. Все, кто нас слушает, записывайте. Сегодня много полезной информации. Именно. Вот если это говорить про лад. Да, 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 да. Так. А за рубежом? Если говорить про зарубежных, то вот мне нравится Елена Гнут. Я думаю, если вот кто-то хочет начать именно заниматься кондитерством, можно очень вдохновиться ее работами. У нее тоже очень волшебные торты. Угу. И у меня есть на страничке торт с гринчем. Да. Я сделала по ее мотивам. Я указала ее страничку, потому что мне правда безумно понравился этот торт, исполнение его. Вот. Можете посмотреть тоже. Но, к сожалению, ее страничку заблокировали. Насколько я поняла, ее взломали и заблокировали ее рабочую страничку. А, то есть ей сейчас придется все заново, да, делать. Кстати, в последнее время очень много. За последнюю неделю где-то пять таких вот активных, развитых уже с тысячами подписчиков аккаунтов блокируют, ломают. Что-то очень странное под конец года происходит. Это в любой сфере, да? В любой. В любой. Я смотрю и местные наши дизайнеры, и те, кто занимаются, например, перманентным макияжем. Очень много сейчас вот этих хакеров инстаграмных, которые воруют страницы, которые уже развились до, там, ста тысяч, например, подписчиков и так далее. Так что, да, очень советую чисто даже от себя всегда иметь какой-то резервный аккаунт. Сейчас все так делают. И, кстати говоря, создавать свой, например, телеграм-канал, где можно тоже делиться и своими работами, какими-то интересными советами, статьями. Так что, ну, вот смело прикрепляйте себе тоже в шапку профиля ссылку на телеграм, тогда точно ваши работы не пропадут. Там никто не сворует и не удалит. Ну, да, это на самом деле очень хороший совет, потому что если вдруг взломают страничку, то можно сказать, что рабочий аккаунт просто пропажет, и все. Да, да, ну, либо иметь резервный, да, либо в телеграме, так что это вот от меня тоже совет всем тем, кто хочет развить свой бизнес в социальных сетях. У нас остается не так много времени, да, и я хотела бы, чтобы вы рассказали подробнее про конкурс, который проходит у вас на странице, каковы условия, что стоит на кону. Расскажите, пожалуйста, более подробно. Ну, я еще в ноябре месяце сделала конкурс с пятью победителями, если я не ошибаюсь. Вот просто хочу к Рождеству 24-го числа разыграть коробочки сладостей разных десертов. Будет коробочка с макарон, с капкейками и кейк-попсами. Также будут идти прилагаться соленая домашняя карамель. Вот, имбирные пряники. Все очень зимнее, с зимним декором, с зимним оформлением. Также будут торт четвертинки разыгрываться. Четыре разных вкуса в одном тортике, вот. То есть микс такой. И все, да, я планирую с утра выбрать победителей и вот в течение дня передать вкусняшку всем. Так что кому интересно, вот буду рада. Что нужно сделать? Зайти к вам на страницу? Да, там будет коллаж, кажется, чуть пониже, потому что уже время прошло с момента конкурса. Вот, поставить лайк, подписаться на страничку, сделать репост в истории. Также там, мне кажется, я еще написала, чтобы три лайка на предыдущие эти публикации были сделаны. Да, вот, друзья, смотрите, 27 ноября была публикация, да, там действительно вы найдете коллаж из различных сладостей, которые только что Лера описала. И есть, получается, три места, три победителя, правильно? Да, три. Три победителя. И еще раз я тоже вам продублирую, значит, как выиграть сладости. Подписаться, естественно, на аккаунт Лера Бейкери в Инстаграме, поставить лайки на три последние публикации, отметить двух друзей, с которыми вы поделитесь сладостью, и поделиться публикацией в своих сторис. И, соответственно, 24 числа, как раз в преддверии католического Рождества вы можете выиграть и насладиться тем, что мы сегодня на протяжении часа рассказывали. Лера, от вас последние, давайте, у нас две минутки до окончания нашего сегодняшнего интервью. Давайте топ-3 совета для тех, кто начинает свое дело в домашних условиях, исходя из своего опыта. Ну, наверное, первое – это не бояться, а просто делать, делать, слушать себя, свое сердце, найти наставника в этом деле, чтобы он тоже мог дать какие-то советы. Ни в коем случае не слушать недоброжелателей. Ну, можно сделать вид, конечно, что вы их слушаете, но серьёзные слова ни в коем случае нельзя воспринимать, потому что это лишняя нервотрёпка, как я считаю. И просто делать от души только ради того, чтобы это привело вас к душевной гармонии, только ради того, чтобы чувствовать себя хорошо и делать хорошее дело для окружающих, радовать своими достижениями, сладостями, вкусностями. Мне кажется, в любом деле важно просто делать от души, неважно, это сладости или что-нибудь другое. То есть всё должно быть приготовлено с любовью, правильно? Да. Лер, я вас благодарю от души за сегодняшний эфир, потому что, правда, каждый день мы слышим все эти новости, у всех состояние, как я уже говорила, зашкаливает тревожность, никто не понимает, что делать, когда это всё закончится. Поэтому я очень надеюсь, что наши радиослушатели и те, кто нас слушают из-за границы, чуть-чуть подбодрились, чуть-чуть подсластились, подсластились, обязательно примут участие в вашем конкурсе и порадуют себя или своих близких. Вам, в свою очередь, я желаю только успехов, развития. Пусть всё получится, несмотря на то, что сейчас происходит. Вы большая молодец. Главное не останавливаться, совершенствоваться, находить новые мастер-классы, где можно подпитаться и новыми навыками, и знаниями. Пусть всё получится, правда, от всей души. Спасибо вам большое. Спасибо, Валерия, за приглашение. Была безумно рада провести этот эфир. Также хочу поздравить вас с наступающими праздниками. Спасибо большое. Да, со всей этой пандемией. Вообще люди забывают о том, что скоро уже Рождество и Новый год. Это же прекрасно. Я думаю, что это хороший повод просто отвлечься и провести время с семьёй. Хотя бы вот этот небольшой период времени. Супер. Ну вот на такой тёплой ноте мы сегодня заканчиваем эфир «Открытая кухня». Благодарю вас ещё раз. Спасибо большое. Да. Валерия Иванова, Валерия Обмачевская, «Открытая кухня» и до встречи в следующий понедельник. Спасибо.